Досадные поражения мурчан в футболе, зорница в Рачихинске и закрытие летнего сезона по дрифту. Об этих и других событиях расскажем в программе «Область спорта». Здравствуйте, с вами Руслан Козловский. Рев моторов, свисшин и управляемый занос на высоких скоростях. На картодроме в Благовещенске прошли соревнования по дрифту. Летний сезон завершился, за победу боролись 12 пилотов. Своё мастерство показали спортсмены из Амурской области, Забайкальского края и Хабаровска. Первым этапом стала квалификация. Пилоты поодиночке выезжали на трек в борьбе за стартовую позицию в финале. Лучшую технику вхождения в повороты показал благовеченец Илья Чернов. Он набрал 90 баллов из 100. Следующий этап – борьба за кубок Ассоциаций технических видов спорта Амурской области. Спортсмены выступали попарно. Зрители увидели 15 заездов. В итоге до финала добрался лидер квалификации Илья Чернов и Евгений Сокоров из Хабаровска. Победу одержал представитель Благовещенска. Он и стал лучшим дрифтером. В Благовещенске сыгран предпоследний тур юношеской футбольной лиги. Во встрече 17-го тура спортсмены устроили настоящее противостояние. Однако ни одна из амурских команд не смогла удержаться в тройке лидеров. Футбольный клуб Благовещенск принимал у себя дома соперников из Владивостока. В самом начале матча точным дальним ударом из-за штрафной нападающих гостей Ильдар Шпилькин смог открыть счет. Затем команды обменялись опасными атаками. Основные события развернулись во второй половине игры. За пять минут до конца встречи хозяева поля счет сравняли. Никита Ядыкин стал автором долгожданного гола. Однако в добавленное к основному времени матча команда из прямой смогла взять верх над воротами Благовещенцев. Итог встречи 1-2. Поражение выбило амурчан из стройки лидеров. Конечно, очень сильно обидно, когда вот только отыгрались на последних минутах и тут же атака, гол. Тяжело будет забыть игру. Но надо двигаться дальше. Последняя игра в сезоне. Надо выигрывать, чтобы в тройку войти. Футболисты до 16 лет тоже проиграли свой матч против Динамо из Владивостока. Гости в каждом из таймов забивали дважды. Получилось быстро разворачивать атаки через заборников. Что мы отрабатывали на тренировках. Очень часто этим занимались. Развороты атаки, быстро разворачивали атаки. Вбегали в штрафную, били по воротам. Все получалось. Амурчане смогли ответить лишь одним голом в финале встречи. Результат матча 1-4. Встречи 18-го тура пройдут 7 октября. Наши футболисты могут взять реванш и подняться в турнирной таблице. Пока обе команды занимают четвертое место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова